Итак, мы выдвинулись в маршрут Сдебакер-Шифта, 50 километров. Вот сейчас продолжаем наш маршрут. Цель нашего путешествия – старинный город Набатийцев-Шифта, который был построен в первом веке Нажейре и в четвертом веке разрушен. Сохранился и смотрим. Вот трое добровольцев. Сегодня в центре дождливая, гнусная погода. А здесь ветерок, конечно, но солнышко. Это очень приятно. Мы находимся в заповеднике, о чем свидетельствует эта надпись на камне. Шмурателла – заповедная зона. И продолжаем свой путь. Пойдем в хорошем темпе, поскольку нас немного. И надеюсь, что будем вовремя. Дождик был здесь сегодня ночью еще, и это нам не помешало. Здесь такая дорога, прибитая пылью, и влага наоборот уплотняет. И кататься, как оказалось, и как мы предполагали, гораздо легче. На горизонте показалось червова тучка. Нам это очень не нравится. Поживем и видим. Увы, начинает покапывать дождик. Ну, мы к этому готовы. Все плохое заканчивается. Закончился этот дождь. Мы, конечно, намокли. Но мы оптимисты. Мало быть и хуже. Мы сейчас вот отдохнем пару минут. Мы, конечно, выглядим хорошенькими, чистенькими. Но ничего. Антон пошел исследовать здание. Здесь, снаружи, они держали верблюдов. Вот здесь. А там у них было кафетерий. А тут парковка для верблюдов. И девочки ждали. Наверное. Это то, что превратились в наши велосипеды. Уже, кстати, немного обсохшие и опавшие. Мы нашли один из колодцев. Конечно, это чисто условные колодья. Сейчас воды тут и в помине нет. Но когда-то она здесь бывает. Вот цель нашего путешествия. Шифта. Набатейский город. Существовавший до IV века нашей. Мы сейчас ездим туда. Мы выехали на сфальтированную дорогу. Которая ведет к цели нашего путешествия. Все это время Шифта закрыта для посетителей. Но мы видим машины. Все может быть. Сейчас проверим. Мы заезжаем и будем сейчас осматривать. Отлично. По непережним понятиям. Учитывая, что мы 7 веков. Кажется, снова начинается дождь. Не совсем удачно. Пойнул, пока не разошелся ливень. Вот их купола Центральной Церкви. Там же крестили иноматийцев, которых римляне заставляли переходить в крестьянство. Город был очень богатый и цветущий. И улицы спроектированы так, чтобы вода, которая здесь немного стекала в одно место, в бассейн. Надеюсь, я его найду, покажу потом. Вон, посмотрите, как хорошо сохранила церковь. Здесь сидели прихожане. К сожалению, мы тут не одни. Это еще местные ребята. Очень шумные, как сами понимаете. Я думаю, что это все-таки крестильня для взрослых, а не для детей. Сейчас мы перетянем велики и сядем тут, устроим трапезу. Так же, как устраивали древние. Только напитки, еда более современная, я думаю, более качественная. Либо нет, посмотрим. Вот еще одна из церквей. Видно, они довалились часто. И людей было много в этом городе. Проходи. Еще один, то что такое? Да, да, такой же точно. И так же точно сохранился. Нет, просто полная поража. Аппетит мы нагуляли серьезный и не детский. Все уминаем с большой и огромной скоростью. Прямо в церкви. Да простят нас предки. В магазинах снимают. Все, мы выезжаем из шифты и продолжаем наш путь. Вышло солнышко, настроение у нас улучшилось. Все хорошо. Нам осталось 10 километров до наших машин. Погода исправилась. Мы даже поснимали курточки. Все идет по плану. Вот такое дерево красиво. По-моему, называется шита. Посмотрите, насколько зеленое. Достаточно несколько капель воды, и она тут же зеленеет. Все, мы приехали. За дорогой наша стоянка на заправочной. Мы это сделали. И очень быстро. Мы прошли за все, про все за 5 часов 50 километров. И успели еще при этом час поесть, осмотреть город. Все, последние метры. Ура! Итак, ребята. За успех нашего безнадежного, которое, казалось, изначально мероприятия. Которое удалось. Да. В конце концов, оно удалось. Мы вовремя успели. И дождь. Все как на заказ. Все, как Игорь предсказывал. Это, скажем, лучше, чем я надеялся, но хуже, чем могло быть. Точно. Ну, давай. Бой и здоровый. Летаем. Хорошо.